Актер театра и кино Леонид Ермольник К нам многие виды спорта или многие такие передовые технологии, связанные в том числе со здоровьем, они приходят к нам из более спокойных стран с более длинными традициями, скажем так. Это пришло, естественно, с севера. Первый раз я эти палки увидел в Юрмале, где мы с семьей бываем, мы много лет там в летние месяцы отдыхаем. И там я первый раз увидел людей, которые вот по, значит, этой косе вдоль Рижского залива с палками идут. Ну, я как человек определенной профессии, определенного жанра, я подумал, что это люди. Они вышли из дома зимой, у них украли лыжи. Вот. И они, значит, шагаются этими палками. Я пару раз увидел и сначала отнесся к этому как к какой-то странности, честно говоря. Вот. Но с каждым годом этих людей появлялось все больше и больше, больше и больше. И потом практически я заинтересовался, что это, как это, и узнал про эти нордические палки, про эту скандинавскую ходьбу. И поскольку я сегодня стою в этом замечательном парке, может быть, одном из лучших в Подмосковье, это недалеко от моего загородного дома, ну, не загородного, я живу здесь 30 лет, и большое спасибо администрации района, потому что я думаю, что вот этот парк Ларисы Лазутиной, наверное, он лучше в Подмосковье, он правильно организован, правильно сделан, здесь можно заниматься многими видами спорта, здесь замечательная экология, замечательный комфорт. И в последнее время вот прибавилось, ну, уже года, наверное, три увлечения вот этими нордическими палками. Про нордические палки и скандинавскую ходьбу актер знает давно. Первый раз Леонид Исакович увидел их в Юрмале, где он отдыхал с семьей. Сначала актер отнесся к этому с настороженностью, но позже понял, скандинавская ходьба очень полезна для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Вообще движение – это жизнь. Примечательность зрелого возраста или, скажем, пенсионного возраста – это то, что люди мало двигаются. Для того, чтобы главный наш аппарат, который руководит вообще нашей жизнью, самое главное – это сердце. Сердце должно работать. Для того, чтобы сердце работало нормально, нужно двигаться. Если ходить с нордическими палками, поверьте мне, как уже пенсионеру с пятилетним стажем, давление уменьшается, пенсия повышается и настроение растет. Отличие обычной ходьбы от скандинавской колоссальное. В первом случае работают только ноги и устает позвоночник. Во втором задействованы практически все группы мышц. При этом нагрузка на спину и коленные суставы снижается. Если ходить с этими нордическими палками, то лучше всего вот здесь вот в парке имени Ларисы Лазутиной. Я сюда приезжаю с внуком, со старшим. Скоро буду приезжать с двумя, младшему полтора года. И слава богу, что это есть. И я еще раз хочу своих коллег по пенсионной книжке пригласить сюда, к нам, в парк. Кстати, всем, кто заинтересовался скандинавской ходьбой, важно знать, что в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной Бесплатно можно взять на прокат нордические палки. Скандинавская ходьба в Одинцовском районе набирает популярность последние два года. Еще больше людей узнали о ней 8 апреля 2017 года, когда в парке культуры, спорта и отдыха открылась школа скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой. Произошло это событие в день проведения областной акции «Прогулка с врачом». Вот как это было. С субботним утром, несмотря на промозглую погоду, в спортивном парке отдыха отпраздновать Международный день здоровья собралось около 500 человек из 10 муниципалитетов. Я очень рада, что отклюкнулись и другие районы Подмосковья. Почему? Потому что здесь действительно все условия для этого созданы. И хотелось бы, чтобы это была не просто акция, а это уже был бы образ жизни людей. Я знаю, что все, очень многие жители нашего района любят трассу. И практически каждый день здесь бывают, и самое главное, бывают с детьми. Поэтому здесь очень много условий, таких хороших спортивных площадок создано для того, чтобы каждый нашел для себя свое применение. Всех этих людей объединяет одно – забота о своем здоровье. Житель города Химки вот уже в течение пяти лет принимает активное участие в фестивалях по скандинавской ходьбе. Узнав, что в Одинцово будет проходить областная акция, собрал команду друзей и приехал в наш город. Сегодня я ожидаю, что будет народу побольше, и будет как бы заряд бодрости и здоровья. Вот этого я ожидаю. А что вам больше всего нравится в скандинавской ходьбе? В скандинавской ходьбе мне нравится просто ходить по свежему воздуху, и самому укреплять здоровье, и сходить гулять. На здравительной площадке медицинское сопровождение мероприятия обеспечивала бригада Одинцовской районной больницы номер 2. В консультативно-диагностической зоне специалисты Центра кардиологии имени Бакулева измеряли жизненные показатели – пульс, давление, уровень сахара в крови. Также для всех желающих работала лекционная площадка. В рамках мероприятия гости парка прошли обучающий курс по скандинавской ходьбе и смогли на деле применить полученные знания, совершив прогулку по парку. Доказано, что 30 минут ходьбы уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, а смертность – в 3 раза. Как рассказал инициатор прогулки с врачом, профессор и кардиолог Ольга Бакерия, 150 минут ходьбы в неделю – это тот минимум кардиологической нагрузки, который позволит свести к минимуму риск возникновения болезней сердца. Мы врачи. Мы организовывали прогулку с врачом, в том числе для лиц, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы пытались найти тот минимально, так скажем, затратный с точки зрения физического здоровья и всех остальных аспектов способа оздоровления, который будет доступен абсолютно всем. Да, вот ходьба, она доступна абсолютно всем. Активное участие в празднике приняла и депутат Московской областной думы, российская фигуристка Ирина Слуцкая, которая провела чемпионскую разминку. Этот день оказался для нее знаковым, поскольку под ее руководством. В Одинцово открылась первая школа по скандинавской ходьбе, деятельность которой будет направлена на оказание помощи людям с сахарным диабетом. Вы знаете, очень длинная история. Началась она в 2015 году, когда мы начали заниматься людьми с заболеванием сахарный диабет. После этого родилась акция «Жить побеждает диабет», в которой именно во время акции мы проводили не только круглые столы с профильными министерствами, губернаторами, школами различными, здоровья, но также проводили мастер-класс по фигурному катанию и по скандинавской ходьбе. И вы знаете, везде мы были встречены на ура. Среди почетных гостей праздника – заместитель министра здравоохранения Московской области Максим Семенов, который, как оказалось, сам впервые приобщился к такому виду активности. Сегодня это первый раз в скандинавской ходьбе. Мне очень понравилось, прошел первый круг. Это очень позитивно, очень активно. И даже несмотря на то, что сейчас не очень погода, все равно море позитива супер. Гораздо проще сохранить здоровье, чем его потом восстанавливать. И поэтому такие профилактические мероприятия, такие интересные темы, как прогулка с врачом, у нас входят на регулярной основе. По словам участников акции, в этот день они получили массу положительных эмоций, новых знаний, а также заряды бодрости и сил. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Четыре.